Девушки отдыхают Никого такого не знаю, но если кто захочет спрятаться в Рифтоне, искать нужно в крысиной норе. Там есть что-то вроде кабака, буйная фляга. Там все от ревья Рифтона собираются пить и резать друг дружку. Можешь там поспрашивать, если тебя не прикончат в норе. Если драконы и правда вернулись, что же с нами со всеми будет? Неужто это конец? Рифтон держался на торговле медом и рыбой, но это пока сюда не переехала семья Черный Вереск. Теперь медоварня стала главным источником дохода. Гильдия воров из кожи вон лезет, чтобы вернуть себе власть в городе. Ходят слухи, что они на последнем издыхании. Преступность в городе очень высока. Все из-за гильдии воров. И так война идет. Неужели нам нужны новые проблемы? Сибби Черный Вереск в ярости, что бывшая любовница пыталась его убить. Он повсюду ее разыскивает. Если Мавен Черный Вереск и дальше будет повышать цены на мед, мне придется его разбавлять, чтобы свести концы с концами. Мьел-львица бродила по всему Скайриму в поисках приключений, пока не осела в Рифтоне. Говорят, причиной тому потеря ее зачарованного клинка. Возвращайся к нам снова. Мьел... Субтитры сделал DimaTorzok Купи надёжную броню, но её останешься. Не распускай руки, воришка. Рифтон находится под моей защитой, так что без глупостей. Теперь я припоминаю, ты из новичков, соратников. Так ты что, выпивку им разносишь? В лёдь, в спехах и ходить легко. Украшение легендарных огнянских ювелиров. Ты хочешь что-то покупать или просто позаниматься? Если нет, иди своей дорогой. Послушай, я по всему Скайриму продаю это старьё, и мне едва хватает на жизнь. Я не стремлюсь заводить друзей, и мне плевать, нравится ли тебе твои покупки. Мне нужны только деньги. Чем скорее я уберусь из Скайрима, тем лучше. Ты серьёзно? Война бушует вовсю, драконы вернулись, никто не знает зачем. Скайрим завяз по уши. Лично я советую собирать пожитки и сваливать отсюда, а то упокоят и тебя в каком-нибудь могильнике. Всё, что есть, всё на прилавке. Всё, что есть, всё на прилавке. Всё, что есть, всё на прилавке. Всё, что есть. Вызвры. Продолжение следует... Ладно, что мне понести? Купи надёжную броню, ещё внукам её оставишь. Показывай дорогу. Продолжение следует... 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 Да направит Талос твой путь. Приветствую, сарай. Наши разведчики принесли какие-нибудь вести об этих драконах. Да, госпожа. Как Хускарл Ярла Лайлы, я прошу держаться от нее на почтительном расстоянии. Поговори с городской стражей. Нужно подготовить план обороны на случай нападения на Рифтон. Да, госпожа. С вашего позволения, для вас подготовлен особый экипаж. Такий случай. Хорошо. Если Рифтон падет, будет правильнее, если его глава уцелеет. Добро пожаловать в Рифтон. Надеюсь, дорога была гладкой. Я считаю, что цели Ульфрика достойные, но в первую очередь меня заботят жители Рифта. Они и так-то едва сводят концы с концами. А как им жить теперь, когда над головой сгущаются черные тучи? Мое сердце болит за них. Будь в казне побольше средств, я могла бы заботиться обо всех, как о членах одной большой семьи. Цель Ульфрика и братьев Бури – выдворить войска Империи из Скайрима и признать конкордат белого золота недействительным на наших землях. Многие взяли в руки оружие и отдали жизни за эту цель. Боюсь, еще долго эта земля будет пропитана кровью. Мы все хотим предать их справедливому суду. Мавин Черный Вереск уверяет, что они получат по заслугам. Она одна из самых уважаемых жителей города и обещала лично проследить, чтобы их отправили под замок. К несчастью, отлавливать их нелегко, но я верю, Мавин не успокоится, пока не избавит город от этой напасти. Доброго тебе пути. Добро пожаловать в крепость Миствейл. Я – управитель Ярла Лейлы, амрея. Прочь с дороги. У сына Ярла нет времени на пустую болтовню с путешественниками. Боюсь, как управитель Рифтона, я мало что могу для тебя сделать. Но говори все, не таи. Ярл объявил награду за головы некоторых разбойников. Вот, здесь все подробности. Взгляни. Тебе будут рады в Рифтоне, покуда ты соблюдаешь нам. Закон. Ты здесь по официальному делу? Древние источные туннели по Дрифтонам. У гильдии воров там что-то вроде убежища. Все это знают. Я бы сам спустился туда. Но тогда Ярлайла останется без охраны. Да, лжицы и мерзавцы, все до единого. Головы бы им поотрубать. Но все силы уходят на военные нужды. Мне бы дюжину солдат, чтобы спуститься в крысиную нору. Да выжечь там все дотла. Но братья Бури меня не слушают. У них все силы уходят на борьбу с имперцами. Да, на жизнь Ярла уже было несколько покушений. Мы точно не знаем, кто за этим стоит. Темное Братство или просто сторонники Империи. Еще у нас случаются стычки со шпионами, которые ищут бреши в нашей обороне. Мы с городской стражей делаем все, чтобы их остановить. По большому счету, я последняя линия обороны Ярла. И я буду защищать ее любой ценой. Я слежу за тобой. Учти. У нас была назначена встреча? Нет. Это была доставка? Я не помню. Да, мне бы помощь не помешала. Взять помощника? Нет-нет. Завести собаку? Явно не поможет. Да и грязи слишком много. Ладно. Так или иначе, организованность не самая сильная моя сторона, мягко говоря. Мне пригодится любая помощь. Кстати, если ты мне добудешь кое-какие вещи, я смогла бы начать следующую серию опытов. Нетрудно догадаться, что я частенько забываю вещи. Оставляю где попало. Давно пора бы научиться не разбрасывать свои вещи. Сейчас мне нужны моя двемерская ложка-мешалка, мой слиток-орехалка и мой великий камень-душ. Сейчас? Это значит немедленно. Скорее принеси мне эти предметы, и я с радостью поставлю опыты на тебе. Нет, не совсем так. Я с радостью вознагражу тебя. Отлично. Жду не дождусь. Так, почему ты все еще здесь? А, правильно. Тебе нужно знать, где искать. Это будет полезно. Ха, я так понимаю, ты маг. Думаю, ты оценишь вот это. Кому-то вправду интересно, что я делаю? Поразительно. Тогда позволь я тебе объясню. Мои опыты связаны с привнесением в магический конструкторе агента, позволяющего ему поддерживать постоянное поле гармонизирующей энергии. Ага. Так ты изучаешь теоретическую прикладную гармонизацию. Если отставить в сторону константу универсальной инверсии Ралстона, каков был бы твой подход к проблеме? Поглощать гармонизирующую энергию с помощью реагента или позволить ей сгенерировать собственное поле? Семь. Поразительно. Мне это в голову и приходило. Конечно, на просчет дифференциалов уйдут месяцы или годы, но это же научный переворот. Постой, постой. Я вижу небольшую проблему в твоей теории. Как можно предотвратить сжигание магии без сифона душ? Конечно. Девятка – это основа всех магических принципов. Как я сглупила. Это полностью решает все наши проблемы с сжиганием магии, многомерным коллапсом и термическим смещением. Отлично. Теперь бы мне только вспомнить, с чего мы начали этот разговор. Так, ну и куда подевались эти пауки? Так, ну и куда поделись? В чем дело? Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Посмотрим. В Донстаре открывается новый музей. Владелец просил меня раздавать приглашение всем путешественникам. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Здесь, в Донстаре, покупают лучшие украшения. Хочешь жить долго? Зачем рисковать? Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Я сегодня ни о чем, кроме опытов, думать не могу. Что тебе? Очень надеюсь завоевать это звание, да. Однако, путь к успеху обрывист и труден. Мастер Элгрим говорит, что у меня прирожденный талант, но я боюсь, что, ободряя на словах, в душе он порицает меня за ошибки. Из-за моих ошибок, мастер Элгрим уже потерял ингредиентов на целое состояние, а некоторые из них еще и достать крайне трудно. Чтобы восстановить запасы мастера Элгрима, мне нужно 20 ядовитых колокольчиков, 20 цветков паслена и 20 корней нирна. Мне кажется, или правда ты не прочь собрать для меня эти редкие ингредиенты? Жаль, чрезвычайно. Это такой восторг, видеть, как мои снадобья влияют на живую плоть, как останавливается сердце, темнеет в глазах. Мы состоим из тысяч частей, у которых тысячи разных функций, и все они работают слаженно, поддерживая жизнь в теле. Если хоть одна деталька механизма ломается, жизнь заканчивается, и тогда ты понимаешь, насколько на самом деле мы хрупкие, уязвимые. Спросишь, почему меня это так увлекает? Насмешка. Насмешка в том, что тот самый мир, который дает нам жизнь, дает и средства для убийства. Хм, моя семья. Уйма денег, и все это тратится на нелепые затеи и политические дрязги. Я создана для большего. Я хочу посвятить свою жизнь и способности настоящей тьме. Если бы только мать мне позволила, она бы потом гордилась мной. Так, там надо две части гигантского лишайника, или три. Это место знавало лучшие дни, но я тут не виновата. О чем я только думаю. Даже поздороваться нормально не могу. Клянусь, если бы меня не было, Элгрим даже обедать бы забывал. Я с трудом понимаю, как мы вообще зарабатываем деньги. К слову, мне нужно, чтобы кто-то сходил в камень Шора и принес мне образец руды. Элгрим боги свидетели, и пальцем не пошевелит. Правда? О, это было бы замечательно. Поговори с Филниером в камне Шора. У него лежит какой-то образец руды, который он хочет отдать нам на изучение. Да еще и заплатить. А, так значит, ты алхимик? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Я ему сразу сказала, что здесь он и загнется Грязь, сырость, отвратительно Кто хочет всю свою жизнь провести в болоте, как злокрыс какой-то? Но этот старый зануда принялся оплести чушь о том, что свет для его настоек губителен И что ему надо быть ближе к воде Смотри, Астарок На дороге к камню Шора всякое может случиться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, Драф, они нас заживо освежуют, если узнают Прекрати ныть Ты давно уже не ребенок Пока все идет хорошо Хорошо, мы живем в канализации Ты обещала, что у нас будет дом большой, как у Черного Вереска Ты вышиваешь мозги, а я занимаюсь гильдией, ладно? Ладно, ладно Я проверю вход в Красиную Нору Сейчас вернусь Сейчас вернусь Что это было? Продолжение следует... 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 надеюсь ты не собираешься устраивать неприятности чем могу тебе помочь работу в рыбном порту рифтона легкой не назовешь но тут неплохо платят прошу прощения за беспорядок делать тут уборку та еще работа хочешь что-то спросить именно к сожалению я один из немногих ювелиров старой школы сакс хилл в тамриэле наше искусство постепенно забывается доставать материалы в последнее время становится все опаснее дороги к шахтам и городам кишат бандитами а то и чем похуже тебе не хотелось бы помочь мне в сборе материалов я тебя с радостью вознагражу спасибо тебе житель суши для своего следующего творения мне нужен небольшой перечень предметов два безупречных сапфира бивень мамонта и кусок золотой руды счастливого пути путешественник мне очень нужна твоя помощь не хочу лишиться работы в рыбном порту что же мне делать я вот-вот потеряю работу в рыбном порту рифтона болис сказал что выгонит меня если я еще хоть раз в таком состоянии на работу приду я же не специально просто ничего с собой поделать не могу год назад попробовала скуму и все не остановиться если ты достанешь мне исцеляющее зелье я очищу свой организм от отравы и заживу нормальной жизнью я не забуду твоей доброты вот возьми это это все что я могу дать тебе взамен работа в рыбном порту рифтона легкой не назовешь но тут неплохо платят я иду с я уже думал что зря уехал из морской утром снова на работу да доброго пути если рифтон это лучшее что есть в порядке делать тут уборку та еще работа работа да можно сказать и так я это называю рабством пальцы уже до костей стерла от этой вечной уборки с тех пор как умерли родители и хельга взяла меня к себе это вечный кошмар откуда мне было знать что она такая гадюка а теперь я вынуждена тут жить а эти свиньи которых она зовет клиентами лапают меня и говорят мерзости дело не в работе дело в ней она отвратительна мне кажется она слишком далеко зашла в своем поклонении дибелли ты в курсе что она только за последний месяц спала с тремя разными мужчинами кем надо быть чтобы так себя вести как же мне хочется заставить ее подергаться носом ткнуть на самом деле есть такой способ но я не думаю что мне это сойдет с рук если она узнает она меня убьет после занятия любовью она обычно дает партнеру так называемый знак дибеллы как символ своего расположения если ты предъявишь и сразу три знака она окажется в очень щекотливом положении даже не знаю что она будет делать это будет замечательно тебе нужно получить знаки дибеллы у боли хофгера и эндарина не знаю как ты это провернешь но постарайся а потом просто покажи их хельги и увидим что будет попытайся добыть эти знаки не при силе я не хочу быть виновной в их смерти или в твоей если тебе нужна комната зайди в пчелу и жала а тут ночлежка для простых работяг и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...